Продолжение следует... Ну, почти все. Хорошо. Тогда я очень коротко только пробегусь, чтобы актуализировать всю информацию. Значит, в прошлый раз мы с вами, если даже с такой бумагой, мы поймете потом почему. В прошлый раз мы каснулись, наверное, таких основных, самых известных социально-психологических экспериментов второй половины XX века. Да, это эксперимент Аша. Помните про палочки, которые нужно было сравнивать, да, и когда группа выбирала, правда, неверный ответ. Мы говорили про эксперимент Милгрима, про давление авторитета. Ну, такие... Все эксперименты социально-психологические этого периода, они всегда такие впечатляющие нам на эмоциональном уровне, да, эти люди били током друг друга, да, такой эксперимент. Потом мы с вами посмотрели Стенфордский тюремный эксперимент, эксперимент Филиппа Зимбарда. Мы сегодня к Зимбарда еще обратимся, потому что он, ну, совершенно не последний человек с современной социальной психологией. И мы обсудили эксперименты, которые были связаны с давлением времени, да, эксперименты про доброго самолитянина, про то, что даже люди, профессия которых помогать в ситуации ограниченного времени, не помогают другим людям, а просто проходят миро, потому что они зародятся и сконцентрированы совершенно на другом. Что мы сейчас с вами обсудили? Мы с вами обсудили, что такое фундаментальная ошибка атрибуции. Да, все знают, что это такое. Это ситуация, это ошибка, когда мы приписываем другим людям какие-то личностные черты на основании того, что мы видим, того поведения, которое мы видим. Себе же в такой ситуации мы объясняем все с течением обстоятельств. Да, ну, я приводила пример. Там, если какой-то человек совершил злой поступок, да, это какой человек? Ну, какой, как мы обычно думаем? Плохой. Ну, плохой человек, мы говорим там, да что ж за, не знаю, читаем в интернете какую-нибудь новость про то, как кто-то плохо поступил, там, учитель плохо обошелся с учеником, кондуктор выгнал ребенка, там, из трамвая, да, ну, вот какие-то такие ситуации. Мы читаем, мы что думаем? Да что за люди? Да откуда же они берутся-то? Да как же можно так себя вести? То есть это очень быстро происходит. Если же мы совершаем, ну, я думаю, здесь нет все ушанкистых людей, все совершали какие-то поступки, не очень, может быть, хорошие, не очень совместимые с вашими реальными установками, что мы думаем в этот момент? Ну, мы редко про себя думаем, я плохой человек. Или мы думаем, ну, недолго, это довольно невыносимое состояние. Мы думаем, ну, так обстоятельства сложились. Ну, что мне теперь не угольняться же было? Или там, да ладно, ничего такого и не произошло. Да, то есть мы скорее, когда говорим о себе, мы учитываем насоятельства, в которых мы оказывались, а они имеют значение, как мы с вами обсудили в прошлый раз. Когда речь идет о других, мы склонны очень быстро раздавать какие-либо ярлыки, очень быстро делать выводы, даже в ситуации, я приводила вам ситуации экспериментов, когда мы знаем, что мы ошибаемся, например, что человек читал и текст, который ему дали, не то, что он думает на самом деле, а текст ему предложили. Мы все равно где-то в глубине души верим, что он согласен с тем, что говорил. Ну, то есть вот эти вещи мы не очень национализируем. И мы с вами обсудили, ну, начали тот разговор, к которому я хочу вернуться сегодня, обсудили определение сильной и слабой ситуации. Сейчас я обращусь к сильной и слабой ситуации, но скажу еще пару слов про вот эти все эксперименты. Я их так несколько объединила, объединила одну лекцию, сегодня тоже мы про них сколько поговорим, но важно понимать, что, конечно, все эти эксперименты, каждый из них, можно обсуждать часами. Из каждого эксперимента следует огромное количество выводов, огромное количество возможностей применения на практике. И каждый эксперимент — это отдельная большая история. То есть мы здесь объединяем, потому что мы несколько, в таком быстром теме пробегаем некоторую тему специальной психологии. И как, например, используются эти эксперименты? Ну, классические. Есть здесь, не знаю, HR-ы, бизнес-тренеры, ну, или кто-то, кто знаком, или, знаете, руководители, например. Как вы считаете, когда проходит планерка, ну, или, может быть, какой-то тренинг, где участвуют люди разного уровня, например, менеджеры, руководители, ну, допустим, начальник. И нужно понять мнение, мнение участников. С кого нужно начинать, спрашивать мнение участников? Как Крутузов второй. С подчиненных про Крутузова не услышала. С самого младшего. С самого младшего. Да. А почему? Понятно же теперь, почему это происходит? С авторитетом. Да. Потому что здесь, если сначала выскажутся самый главный начальник, то, скорее всего, что, поскольку все скажут? То, что. Мы того же мнения. Ну, там, помните, я в тебе вспоминаю в этой истории, был такой КВН, старый с Гариком Артиросяном, и он там говорил, и месяц был солидарен с остальными растениями. Там, вот, про эту песню я спросила, там, у месяца где моя любимая, и вот месяц был солидарен со остальными растениями. Вот если сначала спросить самых главных людей, самых авторитетных, а потом дойти до самых младших по статусу, да, то, скорее всего, эти люди просто согласятся. Ну, редко попадаются такие, я даже не знаю, как их назвать, такие необычные, скорее, участники группы, которые говорят, нет, вот все мои начальники, предыдущие директора, мой начальник, мой высказался, я считаю, они все неправы, у меня такое мнение. Вот, эта ситуация будет неординарная, вы обратите внимание, это у человека, да, потому что так люди обычно не поступают. И это, ну, вот, один из, например, таких очень небольших, казалось бы, практических выводов из этих экспериментов, да, здесь мы учитываем и конформизм, влияние группы как таковой, и, конечно, влияние авторитета, то есть эксперименты группы, например, Аша и Милгрэм. Эксперименты Милгрэма, они достаточно часто используются, использовались и используются для анализа ситуации, ну, такого избыточного подчинения. Ну, это всякие неприятные истории, я не буду сейчас выфакууляться, мне кажется, вам хватило неприятных историй в прошлый раз, но сегодня они тоже еще будут. Например, когда солдаты, там, в войне, в условиях военной ези превышают свои полномочия и убивают мирное, мирное население, да, вот, ну, такие эпизоды расследуются и часто там используются информацию, полученную в результате эксперимента Милгрэма, вот, вот, резня Сан-Куни, например, в американской истории событий, вот, его анализировали, используя данные эксперимента Милгрэма, ну, я сейчас, скорее, вот, рекомендую про это отдельно почитать, но мы поговорить не будем. То есть там, где есть давление авторитета, ну, избыточное, может быть, прошедшие через какие-то инстанции и не совпавшие по нам с реальной ситуацией, люди все равно подчинялись, в общем, ну, эксперимент Милгрэма и те данные, которые я получил, здесь помогают. Эксперимент Азимбарда, стендерский тюремный эксперимент, используется, ну, достаточно плотно для анализа ситуаций, которые возникают, ну, я уже чуть про это в прошлый раз говорила, в структурах, где одни люди находятся в целой власти других людей и там нет никакого внешнего контроля. Ну, да, вообще есть много контроля, ну, какого-то садеба и так далее. То есть, известно, что в таких структурах возникают эффекты подобные тому, что мы наблюдали в том, как в том, в том, в том, в том, в том, в том, в эксперименте. И вот эту информацию тоже можно использовать. Как вы думаете, какие это заведения, что это за инстанции, где так может происходить? Тюрьмы? Да, абсолютно верно. Вот прям прямая память, потому что Азимбарда, собственно, изучал. Да, поведение человека в тюрьме. Еще какие? Психические лечебницы. Психиатрические клиники, психоневрологические, да, всякие разные заведения. Еще? Возможно, армия. Армия зачастую. Да, ну, дедовщина как таковая, да, вы можете видеть в параллели с тем, что мы вот смотрели в структурах на эксперименте. Еще? Детский дом. Детский дом, да, например. Ну, то есть, известный скандал с детскими домами, когда вдруг там вываливается какая-то информация о том, что там там гибнут дети, или там есть насилие, или там какие-то совершенно ужасные условия, и часто, ну, практически всегда, это какие детские дома очень закрытые. Это детские дома, про которые волонтеры говорят, а мы не можем туда попасть, нас туда не пускают, но те детские дома, которые открыты, там обычно какие эпизоды не наблюдаются. То есть, там какие-то другие процессы. В общем-то, эксперимент Зимбарда, он очень хорошо раскрывает вот эту тему и позволяет планировать и реализовывать, конечно, мероприятия по предотвращению подобных, ну, вот, подобных злоупотреблений, которые возникают. Но вот, я очень вкратце про это, опять же, кому эта тема интересна, я очень инфинитую, там, кому интересна социальная психология, уже говорила в прошлый раз, документальный фильм «Я и другие», снятый советскими уже, психологами, да, там много повторено экспериментов, которые были социальной психологией. Это книга Филиппа Зимбарда, на мой взгляд, это вообще монументальный, очень серьезный труд. Книга называется «Эффект Люцифера», и в прошлый раз забыл упомянуть книгу, которая, ну, которая тоже очень рекомендует почитать, она очень интересно и легко читается, это «Майерс. Социальная психология». То есть, это просто учебник, но он так хорошо написан, такой, ну, он как раз про вторую год, 20-го века в основном, очень такой бодрый, интересный, большим количеством кейсов. Один кейс, который «Майерс» рассматривается, мы сегодня тоже рассмотрим, но чуть-чуть, чуть-чуть иначе, правда, чем «Майерс» и делать, но, тем не менее, книга прекрасная. Я думаю, что вам понравятся вот все три, все три источника, которые я рекомендую. И мы с вами переходим к тому, что называется сильная ситуация. И в основном мы сегодня нанесем заготовшимся и поймем, чем нам может вообще пригодиться это полятие для того, чтобы, наверное, более точно понимать, что происходит. Потому что, ну, вы обратили, я думаю, внимание, на что, на чем стоит социальная психология и почему она нас так, почему эти эксперименты, особенно, когда мы про них не знаем, нас так поражают. Это связано, в первую очередь, с тем, что мы не ожидаем такого результата. Хотя, казалось бы, речь идет о людях и мы должны что-то понимать про это. Мы сами можем себя представлять в этих ситуациях. Нам себя очень тяжело представить ведущим подобным образом. И я говорила, что рефлексия подводила людей. Они не могли объяснить, почему они подчинялись. Они не понимали, что на них надобила группа. Ну, то есть, они всякие-всякие разные варианты придумали. И это значит, что в этом месте мы не до конца, в общем, наш мозг не очень точно отражает то, что происходит. Это связано, ну, я говорила, разные теории. Существует здесь эволюционная теория, потому что выгоднее в этом смысле социальную ситуацию неправильно отражать, а так, чтобы не выделяться, чтобы не отрываться от коллектива. И тогда мозг начинает чуть-чуть другие цели поставить. Сейчас у нас нет уже такой огромной потребности сливаться с коллективом в экстазе. У нас в подсчете индивидуализм, личные права. И, наверное, частично благодаря этому мы выходим на какой-то другой уровень понимания и ожидания себя, как мы будем вообще оценить подобные ситуации. И здесь нам помогает вот этот термин, про который я говорила, сильная ситуация и слабая ситуация. Терман, этот автор, его, Мишель, забыл, как зовут, к сожалению, 27-го года. Что такое сильная ситуация? Сильная ситуация — это ситуация, в которой разные люди с разным бэкграундом, с разным опытом будут вести себя схожим образом. Понятно, да, чем речь? Мы здесь можем, если разные люди с разным опытом, и мы это видели в экспериментах и Аша, и Милгрома, и Зимбарда, да, и в эксперименте о добром самаритяне, мы наблюдали одно и то же. Разные люди с разным опытом, разного пола, и более того, все эти эксперименты, ну, кроме Зимбарда, конечно, проводились в разных странах, но люди вели себя схожим образом, находясь вот в этой ситуации. То есть, получается, что их личностные особенности не очень большой как бы склад имели, при том, что эти люди, конечно, внутри это все проживали очень по-разному. Я рассказывала вам, да, что, например, в Милгромском эксперименте Милгрома, где люди там били током, да, друг друга подрастут, ну, не друг друга, ученика, который был подставлен, но это было подрастающее, как они это объясняли? Кто-то очень переживал, кусал губу там, плакал и почему-то не прекращал эксперимент, а кто-то абсолютно равнодушно говорил, да, он не служил, надо было лучше запоминать. И что получается, да, люди разные, они внутри эту ситуацию переживали по-разному, а вели себя при этом, ну, более-менее одинаково, то они продолжали, продолжали, продолжали наращивать силу тока. Вот. И это нам, ну, дает определение сильной ситуации. То есть, сильная ситуация, это ситуация, в которой есть давление на нас, давление-то может осознаваться, а может не осознаваться. То есть, бывают, знаете, ситуации, когда мы не осознаем этого давления, но оно есть, и мы себя ведем, и люди ведут себя одинаково. Значит, слабая ситуация, это ситуация свободное давление. Слабая ситуация не связана с давлением, но разного рода поведение. Вот, еще давайте так, чтобы нам понятно было, сильная ситуация, ну, она, конечно, разной силы бывает, и довольно сложно ее измерить, сказать, настолько сильная, это сильнее. Хотя, ну, какие-то подсказки здесь могут быть. В сильной ситуации мы внутренне знаем, какого поведения от нас ожидают. Понятно, да? Ну, то есть, мы не чувствуем, может быть давление, мы не приказываем, но мы в целом знаем, как надо здесь поступать. и мы скорее, ну, то есть, для того, чтобы нам не поступить, так как от нас этого ждут, нам нужно какое-то усилие приложить. А, в слабой же ситуации на нас никакого давления нет, просто веди себя как хочешь. Ну, либо там, либо оно, ну, есть, но оно меньше, его легче, ну, как бы, преодолеть. Ну, классический, очень простой пример, сильной и слабой ситуации, это ситуация светофора. Кто переходит дорогу на красный свет, поднимите руку. А кто стоит, есть один, бунтарь, не хочу сказать, а кто, бывает ли ситуация, я вижу, ну, мы все, скорее всего, хотя бы разок-то переходили, да, ну, то есть, совсем уж тут. А кто бывает стоит на красный свет, даже когда машин нет? Угу. Вот, красный свет светофора, это типичная сильная ситуация. Мы знаем, что мы должны делать, правильно? И мы стоим. Это может не очень соответствовать, как бы, ну, ситуацию. Вы стоите, дорога пустая, я вот, ну, ты тоже стою, точно так же стою, но я думаю, что я стою вообще? Вот я зачем тут стою? Вообще я опаздываю, ушла, боже, здесь вообще никого нет. Ну, и тогда вот этот момент придешь, то есть что, процесс какое-то преодоление, да, в этот момент, но оно требует, ну, рефлексия придешь, я стою, никого нет, я просто так стою вообще. А слабая ситуация, это ситуация желтого света. Понятно же почему, да? То есть желтый, на желтый свет люди там чаще идут, ну, если там нет прямой грозы, там машин. Водители часто начинают движение, когда желтый свет загорается, да? То есть в красном свете, где у нас прописано, как надо себя вести правильно, какое действие от нас ожидается. Желтый, это, ну, намного более слабость. И вы чувствуете внутреннюю правду, что-то разное. На желтый, войдите на красный. Вот. Преодолевать требуется меньше. Что еще нужно мне такого важного сказать про сильную, слабую ситуацию? Значит, в слабых ситуациях, вот, нет однозначного ожидания, какая-то неоднозначная среда, много разных мнений, все друг к другу, там, ну, допустим, разговаривают, общаются, и вот, ну, нет какой-то генеральной линии партии, которой надо соответствовать. Сильная ситуация, она есть. Она может быть высказана, может быть невысказана, но мы знаем, как надо себя вести. Вот, вот это, вот это понятие довольно сильно исследуется сейчас, много исследований, ну, там, кто читает на английском, кому интересно, там, пишите по мне, у меня их в фейсбуке ВКонтакте, я вам прям скину, ну, сами публикации, сами статьи, может быть, кто-то у вас не любит, на досуге почитать. Но исследуется это, например, в организационной психологии, это очень интересное такое исследование. То есть, исследования показывают, например, что наша эффективность, ну, в какой-то степени коррелирует с нашими индивидуальными особенностями, ну, там, есть такое понятие, большая пятерка в психологии, и там, например, с добросовестностью, там, с открытостью, вот, коррелирует успешность. Но при этом, с условиями среды, наша успешность тоже комбинирует, и довольно сильно. И чем ситуация профессиональная сильнее, а вы понимаете, что сильную ситуацию можно создавать, например, корпоративная культура, да, ну, например, у нас там на работе не принято, вот, как-то так себя вести, и вы себя так не ведете, хотя, возможно, вам бы хотелось. Ну, например, у нас на работе всем принято всегда помогать. но такое хорошее правило, оно такое приятное, корпоративную культуру. У вас какой-то человек достал, он постоянно вас помощь просит, у вас нет времени, но, скорее всего, вы ему не скажете, знаешь что, иди давай, я не буду тебе помогать, потому что, как там, все коллеги отменуся, смотрят, и там, удивятся, например, да, или потом, ну, а там по-разному, да, то есть можно усилить ситуацию, потом придет ваш руководитель и скажет, знаешь, я увидел, это было некорпоративно, у нас там в компании так себя не ведут, пожалуйста, не делай так, все, да, вы поняли, если вы хотите дальше здесь работать, то, скорее всего, больше, вы так действовать не будете, в слабую ситуацию, ну, да, вы совершенно свободны, и вот, это, например, касается там, сильная, слабая ситуация, организация, систем, она, например, связана, там, с работой чар специалистов, да, то есть мало подобрать хороших людей, то есть люди-то люди, ну, надо очень важно анализировать, а что за ситуация, у меня в компании, насколько она сильна, и насколько она сильна в ту сторону, ну, которую, там, в которую мы людей подбираем, ну, может, подберем одних, а наша ситуация в компании провоцирует там склоки, скандалы, ну, и тогда это все, все работать не будет, в общем, это такая большая, интересная сфера, но, что дальше, про сильную, слабую ситуацию, а мы сегодня будем, ну, как, чтобы вам понятно, будем такие кейсы рассматривать, да, уже отойдем от науки, там, от экспериментов и больших выборов, коснемся уже таких единичных случаев, и как их можно анализировать. Какие эмоции люди испытывают в сильной ситуации? А, ну, да, да, еще такая важная картинка. Это вот о чем, да, есть наше поведение, то, что мы делаем, то, что мы делаем на практике. И есть, ну, вот в этой концепции два, две большие перемена, которые влияют на поведение. Это личностные особенности и это контекст. В какой, в сильной ситуации, понятно, что происходит, да? Личностные особенности начинают весить меньше, а контекст больше. И люди, всякие разные, ведут себя одинаковым, потому что они во власть у контекста находятся. А, если ситуация слабая, то наоборот, да, контекст начинает иметь малое значение, а личностные наши особенности, они вырастают. Ну, и понятно, что речь идет о том, что все сильные ситуации плохие, ситуация красного света, соблюдение правил движения, это хорошая, полезная, сильная ситуация. Какие чувства бывают у нас в сильной ситуации? Эмоции. Эмоции, связанные с сильной ситуацией. Значит, я записала всегда эмоции, которые мы ощущаем, когда мы пытаемся преодолеть такую достаточно на серьезную сильную ситуацию. Бывает, что мы никаких вообще эмоций не испытываем. Вот, например, переходя на дорогу на зеленый свет, смотря на красный, мы не чувствуем на себе никакого давления. То есть, правда, мы не испытываем никаких здесь сложностей. Да, но если мы замечаем какую-то сильную ситуацию и хотим повести себя не так, как нас этого ждут, то мы можем испытать, например, страх. Страхи важные, наказания. Ну, просто если так будешь себя вести, вообще, это за это наказывает у нас, в нашей организации, в нашей компании. Это может быть страх отвержения. Ты там действуешь не так, как мы, ты вообще с нами, или ты против нас. Он там, ну, вообще, кто ты, ты не наш. Да, это может быть довольно болезненно. И страх потери контроля. То есть, почему? Сильная ситуация предполагает, что нужно делать и понятно, что будет дальше. Если я буду вести себя как-то иначе, что дальше произойдет, то там, никому неизвестно. останусь там при своей должности и смогу ли я помочь, например, и так далее. Также мы можем испытывать беспомощность. Я думаю, каждый из вас однажды сталкивался с несправедливостью какой-то. Бывает такое, есть несправедливость, вы вообще не знаете. Вы чувствуете потребность вмешаться, но вы вообще не знаете, что вы можете сделать и как вы можете помочь. Были в такой ситуации? Кто-то кивает, кто попадал. Это ситуация сильной беспомощности, правда? То есть внутри вот как бы все, личностные наши особенности, наш опыт, все протестует, что делать, вообще непонятно и кажется, что никто не поможет и все бесполезно. Вот такой силы кажется эта ситуация. Может быть мимо рассеянность и может быть гнев. и давайте представим себе, ну так чуть-чуть уже потренируемся. А, сейчас я вернусь чуть-чуть назад, чтобы мы... Варианты давления. Я выписываю несколько, это, конечно, не все. Это вот такой, наверное, уже упрощенный взгляд, но нам, в общем, мы не учены, мы не будем там социальными психологами отсюда выходить, нам главное понимать какие-то основные вещи. Какие бывают варианты давления? Давление авторитета. Давление авторитета, мне надо бы смотрел там обучающий курс, но был про науку про африденческую геметику. И там приводили пример, когда один исследователь получил результат, ну там, какой-то был эксперимент, получил результат. Он, сам следователь, Нобелевский лауреат. И он получил результат, но он ошибся. Ошибся в какой-то цифре. Но что произошло дальше? Все люди, которые повторяли его эксперимент, они получали результат, ну другой. Понятно, просто потому, что у него была ошибка. Ошибку его никто не заметил, они повторяют эксперимент и получают другой результат. Что дальше, как вы думаете, происходило? Они меняли свой результат. Что делали? Они начинали менять условия эксперимента, чуть-чуть, и там все это подстраивать, для того, чтобы их цифра, которую у них получили, была бы поближе к тому, что получил вот этот человек. Почему? Потому что он, но пристывал в ряд. Понятно, что если ты был бы аспират, какой-нибудь кафедры какого-нибудь университета, новосибирского, допустим, на мировом масштабе, всем было бы все равно. Они получили другую цифру, ну и что? Вот наша цифра, пожалуйста, вот противоречит, посмотрите. А здесь что происходило? Они получали другое. И за несколько лет там что произошло? Эта цифра все время сдвигалась, и она вот так и сдвигалась к правильной, но понадобилось несколько публикаций разных институтов, и они все время как бы, вот, а вот у них, мы к ним сейчас прискинули, у нас чуть-чуть отличаются. Это типичное давление авторитета. И понятно же, почему это происходило, да, то есть, есть аспирант, допустим, он сделал эту работу, получил другую цифру, он приходит, он говорит, очень много водителей, вот у меня такая цифра, посмотрит или нет. Нет, ну подождите, вот у нас есть там великий человек, практически, уже с многими сказками, он другое получил, иди переделывай. Он идет и переделывает. Вот это давление авторитета, он на всем дает. Давление окружения, может быть, оно может быть явным, оно может быть не явным. По-моему, тот же Зимбалдин в Нью-Йорке проводил эксперимент, может быть, кто-то читал об этом, когда он просил, задача была проверить, насколько люди там соблюдают социальные нормы, задача была подходить к сидящим в метро людям и просить их уступить место. Вот представьте, вы подходите, сидите, какая-то женщина, вы неважно мужчина, женщина, пожилой, молодой, подходите и говорите, уступите, пожалуйста, мне место. Как вы думаете, что дальше произойдет? Уступит вам место? Вот так, или кивните и его там сделаете. Вот так, уступит. А как вы думаете, легко вот так подойти к человеку и сказать, уступите мне место, пожалуйста? Нет. Зимбарда обнаружил именно это. Его главным открытием, главным наблюдением в этом эксперименте, было то, что люди вставали легко. Люди вставали, даже не спрашивая. Ну, то есть они не спрашивали, а зачем вам? Вот я говорю, я вот, например, женщина, пожилая, молодой мужчина, зачем я буду вставать? Чаще всего люди просто вставали. Но участникам, вот этим студентам-психологам, которые зимаровали правил на это черное дело, им было очень тяжело. Им было практически невыносимо вообще. они рассказывали, что очень хуже этого они ничего еще не делали за время обучения в институте, в университете. И они когда садились, у них была очень высокая потребность, ну, знаете, притвориться, что у них голова очень болит, или за живот подержаться. То есть как-то оправдать, что? Нарушение социальных норм. Ну, то есть фактически, ну, в том числе, во время все смотрят на это все. Им казалось, что все смотрят и что думают. Ну, например, молодой лоб осел там, сидит. то есть какие-то такие свои фантазии возникают. То есть это такое давление огружения. Ролевое давление. Стендерский деревный эксперимент об этом, хотя он, конечно, не только об этом, но здесь мы можем об этом говорить. Если я заключенный, то у меня одна роль, и я должен вести себя вот так. если я смотрящий, подзиратель, я веду себя по-другому. Если я врач, то я, наверное, должна там, что, не знаю, ну, там, как молодые врачи думают, сострадать, помогать. Про врачи-амечения много знают у психологов молодых студентов. У них тоже бывает мысль, что надо вот всем, всем это помогать, всех выслушивать. Обязательно в автобусе кто не заговорит, нормальный человек отвернется, а студент-психолог, например, стоит, слушает. может, не хочет. Это ролевое давление. Ну, и оно, ну, всякое разное, да, то есть, ну, возьмите разные-разные роли, вот, известная российская, да, там, странная начальник, а ты сам знаешь, кто, это вот тоже про ролевое давление. И давление времени, экстремент доброго самолитяне. Мало времени, я себя веду, ну, если я тороплюсь, куда-то, опаздываю, я веду себя одним образом, много времени, я могу остановиться, там, ну, можно подумать, как-то, оценить ситуацию, может быть, более здраво. И про, давайте, а вот, чуть-чуть познантазируем. Представьте себе, что вы молодой сотрудник, молодой в смысле, новый, про годы дальше поговорим. Приходите в компанию, работаете, и вот у нас первая планерка. И на этой планерке вы рассказываете какое-то мнение. Менение, в общем, по вашей, по вашей сфере деятельности. И вдруг начальник начинает на вас орать. И он на вас кричит, что вы вообще-то идиоты. И что вы вообще, откуда вы вот эти чуши набрались? И как вообще, что вы, что вы несете? Вообще сядьте и заткнитесь, и, пожалуйста, вот больше вот эту ерунду. Не говорите. У вас, конечно, шок. Нам, если вы неподготовленный к психологическим боям человека, таких почти нет, то вы испытаете, ну, серьезный стресс. Вы будете оглядываться на других людей и увидите, что все остальные сидят и молча смотрят свои листочки. Стол, например, смотрят, да, ногти как разглядывает. Ну, в общем, никакой поддержки для нас здесь нет. Что с вами произойдет? У кого какие будут реакции? Ну, так, просто в антезивной ситуации вы двигались, как вы думаете, и вы поступите. Если буду считать, что я прав, я буду дальше доказывать. Вот. Один вариант. Продолжу спорить. Вот вы продолжаете спорить, он лежит до низга, там, слюна вам практически в лицо летит, и он говорит, что вы заткнулись и вообще там молчали. Что дальше будете делать? Ну, значит, я не в том числе не пришел работать. А как будто это сразу такой критерий. Возьму и волю. Да. ну, то есть, скорее всего, в этой ситуации вы сядете, ну, то есть, смыслу дальше нет воевать, но сядете и потом пойдете и волетесь. Еще какие варианты действия? Ну, вот сразу прям сможете на этом собрании прямо встать и выйти? По настроению. По настроению. Ну, чувствуете? Чувствуйте же на не очень легкие поступки, правда? Вот тут же прямо встать и пойти. Хотя хочется, и в фильмах всегда нам показывают, что герой там гордо все в коробку поскидывал и пошел. Ну, это так приятно смотрится. Да. Еще какие? Ну, то есть, реакции будут очень... Ну, такие. Будет стресс. Во-первых, на стресс у нас реакция биологическая какая. Бей, беги и умри. Да, поэтому кто-то побить, ну, то есть, пытаться сопротивляться активно. Кто-то там выйдет, кто-то сядет там, заврет, и потом, ну, тоже будет думать про план победы. Но, давайте посмотрим, как можно сделать эту ситуацию. Это сильная ситуация, ну, такая, да, есть там давление, однозначно, может быть усилено. Как, вот, что должно быть в этой ситуации, чтобы человек остался на этой работе и на ней бы еще работал. Ну, там, хочется сказать, до нервного срыва, да? Ну, вот, что нужно? Величие семьи и пары детей. Абсолютно верно. Согласны? Если у меня семья, двое детей, ипотека, и, например, это хорошая позиция, и аналогичную позицию сказать, долго и утром, то, наверное, я просто сяду и заткнусь. Правильно? Что еще может здесь усилить? Это, это хорошее, да, это пример усиления ситуации. Как еще ее можно усилить? Быть готовым заранее. Это ослабление. Если я готов, то я, мы сейчас, вот, про усиление. Вести себя очень вежливо, прям, отвечать очень вежливо, корректно. Нет, мы сейчас не про то, как правильно себя вести. Понятно, что в такой ситуации корректно, ну, лучше себя корректно, там, ну, в общем, мы сейчас про другое. Как сделать ситуацию более сильной? Я думаю, это еще зависит от количества людей, которые будут на этом планете. Если там будет ладный человек, это психологически больше, если там будет человек 10 раз, то перед 7. Да, абсолютно верно. Большее количество народу, которое сидит и тоже, ну, и никак вообще вас не задерживает. Согласны? А если, допустим, твой знакомый устроил тебя в фильм, ты как-то должен показать на ожидание? и вы подходите после, смотрите, давайте я усилию еще, вы подходите после ладнерки к этому знакомому, а он говорит, потерпи, да, нормально, нормальная ситуация, терпи. Это усилить, согласно? то есть, это повысит вероятность, что вы поставите, будете терпеть, мучиться. Что еще? Ну, я так, чуть-чуть продолжу, допустим, если вы молодой специалист, это ваше первое место работы, и вы вообще, ну, не знаете, как, как, как это бывает, ну, какие еще бывают условия. Согласны? Обратите внимание, ну, ладно, сейчас, подождите внимание дальше, как можно сделать эту ситуацию более слабой? Как ее можно ослабить? Ну, сразу выбираем кредит твоих детей, ну, или, допустим, дети есть, но проблем финансовых нет. Да? Это сразу ослабляет ситуацию. Что еще ее можно ослабить для вас? Возможно, работа не такая уж и привлекательная. То есть, если несколько оплачиваем, ты можешь прикинуть, что продукт на густ. Да, чуть-чуть, ну, например, или работа не такая привлекательная, или вы специалист, который, знаете, на рынке всегда, который всегда купят. Ну, то есть, просто есть специальности, для которых больше работы, есть люди, для которых меньше работы, это в реальность. Да, еще? Ну, есть, это внутренняя жизнь, для которой, я, я, скажу на работу, ну, как бы, вам по необходимости вылезти. Ну, это же просто. На самом деле, это не интересно. Почему даже? Ну, это да, это вот все про то же. Мы снижаем саму ценность вот этого места работы. Ну, я еще подскажу, допустим, если вы не молодой специалист, а у вас, например, серьезный стаж, вы знаете, что вы точно эксперт, а этот человек не эксперт, и вы просто видели там, с собой любое обращение. Согласны, что это будет влиять? Там, чем если это ваше первое место работы? Ну, и, например, если вы после там собрания планерки получили поддержку, ну, подошли к вам к планереру. Ну, или кто-то прямо на планерке выступил, сказал, пропал вдруг, да? давайте я попробую тогда поорать. слышно так меня? Ну, я начну там в какой-то момент, конечно, от дискомфорта снижать, вы тогда мне машите и кричите, что вам не смешно. Значит, на что место? Как ослабить? Да, ситуация. Если вы опытный человек, и что мы тогда уменьшаем? давление авторитета, согласны? То есть мы можем прям увидеть здесь, ну, какие-то составляющие. Вы можете увидеть, как можно уменьшить авторитет, как он может быть уменьшен, другая ситуация. Уменьшить давление окружения, допустим, ввести там, в условии, там, этой задачи, человека, который вас поддержит. Там, на планерке выступит, или после подойдет, скажет, слушай, вообще он офигел. Да просто так нельзя разговаривать. Да, да, нельзя. Ну, это может вам помочь. Обратите внимание, что мы делаем. Мы меняем переменные, касаются они личности человека. Мы не придумываем, да, там, и можно этим даже не заниматься. А вдруг этот человек очень смелый, или, например, он очень ответственный, да, это, в этой ситуации мы не чувствуем, что это даже не так важно, если будут еще какие-то составляющие. Вот, это разговор про социальную ситуацию, и продолжаем его можно анализировать. Он выключается, он выключается, и сразу выключается. Вот, это, и это, собственно говоря, то начало анализа сильных и слабых ситуаций, и начало анализа ситуации, к которым я хочу подойти. Ну, и здесь я дальше делаю такое предупрежение, которое часто своим студентам делаю. Смотрите, вот эта сфера, ну, такая практическая, и эта сфера очень постоянно меняющаяся. И то, что я буду рассказывать, это, знаете, не такие знания, которые надо поднять на флаг и принести с собой, там, через всю жизнь, потому что это вот самая главная правда. Скорее всего, это все поменяется. И это просто один из вариантов, да, ну, там, любая наука имеет очень много вариантов, там, взглядов на один и тот же вопрос, и это только один из них, да, и я совершенно не настаиваю, что вот сейчас я вам скажу, там, все самое главное в социальной психологии. Абсолютно нет. Винитут подписала, да, сильная ситуация может провоцировать этическую слепоту. Этическая слепота, это еще один термин, мы его сильно касаться не будем, я думаю, он имеет значение, на самом деле, для нас. Это термин, вот, университет Лозанны, исследователи его часто говорят и так, и занимаются этим вопросом. Они говорят о том, что сильная ситуация часто провоцирует вот это, ну, как бы, ну, вот, социальную слепоту, то есть ситуацию, когда мы видим какое-то нарушение этики, но оно у нас не вызывает никаких чувств, мы даже не обращаем внимания, ну, там, по какой-то причине. Ну, я, это видно вот в экспериментах прошлых, да, то есть люди что-то делали, но они не считали, что они что-то совершенно ужасное совершают. Это может проявляться в жизни. Например, раз, 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 раз. Как-то, как-то странно теперь, да? Громко может сильно. Так нормально? Ну, я не знаю, могу примеры жизни привести, злое хочется привести, но, например, люди, которые продают микрокредиты с тысячи процентов годовых, испытывают ли эти люди угрызение совести? Ну, скорее всего, нет. Да, хотя, с точки зрения этики, ну, там, это поступок так себе. Ну, в общем, там, когда люди этим занимаются, они вряд ли задаются этим вопросом. У них есть поводы, по-моему, юридической слепоты. Ну, любые такие формы, вот, юридически, там, честного, мошенничества, какого-то такого, он, тоже не бывает у людей больших вопросов. Коррупция, как таковая, да, другой вариант. Это тоже, ну, такое неэтичное поведение, но вряд ли кто-то сильно угрызается. В эти моменты, то есть наступает такая этическая слепота. А то бывает, после выйти из ситуации, человек это анализирует, думает, как я вообще попал в это все? Зачем я этим занимался? Это же ужасно все было. Но в момент это не происходит. Это этическая слепота. Про этическую слепоту еще добавлю. Сейчас найду. Довольно хорошо она замечается. Я вам рекомендовала Зенгарда, да, вот он провел в Центрский тюрьмный эксперимент, что он дальше делал? Он потом долгие годы занимался вообще другим, то есть его там отвратила вот эта вся история психологии зла. В 2014 году он только знал книгу. Он занимается сейчас психологией героизма. Но он вернулся к этой теме, когда был скандал, я чуть-чуть про это говорила в прошлый раз, с американской тюрьмой в Ираке, а в Угре, вы знаете, да, все скандалы. Американские военные были обнаружены, что они издевались над заключенными. Они участвовали в пытках, они делали совершенно там ужасные с ними вещи. и один из солдат, который там был, он присылал фотографии, отправил их в прессу, их показали по центральной, ну, по одному центральной телевидению, по сети СИБС. И был вообще огромный скандал. И все произошло дальше. Вот эти 12 солдат, которые этим занимались, ну, которых, в общем, удовольствие найти, их посадили в достаточно серьезные сроки. А Филипп Зимбарго, он занимался защитой. То есть он был в команде защиты вот этих людей. Я в прошлый раз спрашивала, почему, и мы отвечали на этот вопрос, потому что есть люди, которые ведут себя как-то в ситуации, и они отвечают, если они должны ответить, это важно, но есть те люди, которые создали эту ситуацию. То есть они создали сильную ситуацию, в которой вот это поведение было реализовано. Эзенбарго считал, до сих пор считает, что не все поднесли наказание, кто этого не служил. И я приведу пример показания одного из сержантов, который работал как в рейп, то, что он продвигал лично просто зачитал, прямо все целиком хорошо, и я думаю, что вы поймете, о чем я говорю. Я сам был свидетельным того, как заключенные в целом для военной разбирки блок 1А заставляли делать разные вещи, которые, я считаю, которые я считаю сомнительными с нравственной точки зрения. В блоке 1А нам сказали, что у них другие правила и другие стандартные процедуры обращения заключенных. «Я никогда не видел устава или другим документам, где были выложены эти правила или стандартные процедуры. Мне о них только говорили». Ответственность за А1 внес капитал Стрэнер. Он утверждал, что агенты-солдаты военной разведки давали ему разные задания, но не было никаких письменных документов, на которые он мог бы сослаться. Когда сержанту Дэвиду был задан вопрос, почему правила в блоках 1А и 1Б отличались от правил в стандартных корпусах, он заявил, «В остальных корпусах содержатся обычные заключенные, а в блоках 1А и 1Б те, кого держит там военная разведка». Спрошенный о том, почему он не доложил о злоупотреблении к вышестоящим офицерам, интересный очень вопрос, почему это так долго было в тайне, почему он не доложил к вышестоящим лицам, сержант и установленным процедурам или правилам, кто-то об этом сказал бы. Понятно, о чем речь. Помните, мы с вами говорили об эффекте свидетеля, когда точно кто-то позвонил в полицию, 100% мне можно не звонить. Он был уверен, что кто-то сказал, и эти военные, они для него были авторитетом, опять же, ему не приходило в голову, ну, или, может, приходило, но он как-то очень здорово уворачивался от этих мыслей, что то, что они делают, не соответствует и устали, это не написано. Кроме того, блок 1А находится в ведении военной разведки. Мне казалось, что сотрудники военной разведки одобряют злоупотребление. Ну, то есть, вы видите, прямо все варианты давления здесь, все эффекты, которые имеют сильные ситуации. Сержант Дэвис также заявил, что слышал, как сотрудники военной разведки поощрала охранника оскорблять заключенных. На вопрос, что именно говорил сотрудник военной разведки, он отвечал, сделайте нам этого парня разговорчивым, сделайте так, чтобы у него была плохая ночь, пусть он получит как следует. Он подтверждал, что на эти комментарии, что эти комментарии были адресованы к оправу тренеру и сержанту Фредерику. Наконец, сержант Дэвис заявил, что сотрудники военной разведки, как я думал, хвалили тренера за то, что он обращается с задержанными находящимися в ведении военной разведки, за то, как он обращается с задержанными. Они говорили, например, хорошая работа, они ломаются очень быстро, они отвечают на все вопросы, они дают нам нужную информацию и, наконец, продолжайте в том же духе. То есть, вы видите, хороший вариант, ну, такой явный, такой этической слепоты, когда человек явно наблюдает, что происходит что-то не то, но у него есть тысячи внутренних объяснений, почему вот это все имеет право происходить и почему он об этом никому не рассказывает, да, а просто, просто хранил секрет. Ну и, еще важно, он не зря не хотел рассказывать, потому что те военные, которые вынесли в итоге этот скандал, которые расследовали его и которые говорили, что да, не только эти 12 солдат виновны вот с таком нарушении правозвлеченных, их дальнейшая военная карьера совершенно не сложилась. Ну, как это ни странно. То есть, ничего хорошего дальше их не ждало, хотя, в общем, вприную никто ничего не сказал. То есть, на этом уровне давление должно сохраняться. И теперь наша задача это вот кейс об игры. Рекомендую Зембарда почитать, но мы к нему еще вернемся, может быть, в конце, если успеем. Теперь давайте рассмотрим такой реальный случай, который я тоже получила, когда в университете Лозаны его исследование часто его приводит, и мы его обсудим. Значит, ситуация такая, и мы посмотрим, как можно анализироваться. Вообще, сильная ситуация, как мы можем понимать, была она или не была, и оценивает насколько велика ответственность каждого человека, который в ней совершает действие. Значит, педиатрическое отделение ребенка, у него было важно теоретическое вмешательство, ему было прописано более утоляющее, морфин. Каждые четыре часа ребенок получал его правильно в восемь часов и в двенадцать часов. И вот в четыре часа медсестра совершила серьезную ошибку. Она дала ему вместо морфина методон. Вы знаете, какой запрещенный в России препарат, но в других странах он применяется. Она дала ему методон, который нельзя использовать в сочетании с обезболивающими, содержащими морфинами. И ребенок около пяти вечера стал очень сонным, и наконец перестал дышать. И он удалось спасти, попал в реанимацию, потом в интенсивную терапию, и ситуация завершилась максимально хорошо. Серьезных последствий на здоровье это не оказало. И руководство климата должно принять решение по поводу медсестры. Как вы думаете, какое было принятое решение? Что с медсестрой сделать? Уволить. Уволить. Все согласны? Кто-то качает голову, видимо, уже ожидает от меня подвох какой-то, потому что мы говорим о сильной ситуации. Но, абсолютно верно, ну то есть основная реакция в такой момент, она просто будет таковой, да? Люди скажут, это медсестра, она чуть не убила вообще-то ребенка. Почему она должна работать? Нет, она должна быть уволена. Но, вот в этой клинике существовала, сейчас, как-то я забыла, как называется организация, вот педагога, сейчас найду. В общем, вот в этой больнице процедура прописана, что когда происходит постмажор, есть внешняя группа экспертов, которая должна прийти и оценить ситуацию. И вот руководство клиники должно дождаться экспертного заключения и на основании его принимать решение. И когда вот эта группа экспертов пришла анализировать ситуацию, что она выяснила? И вот это, я вас потихоньку вложу в одном из вариантов анализа сильной ситуации, это анализ уровней, которые могут быть вовлечены в любую ситуацию. Вы видите, личностный уровень, ситуативный уровень, организационный и институциональный. Иногда у ряда авторов я видела, что последние два уровня, организационный и институциональный, они объединены в один. Но что было обнаружено? Сейчас даду в начало. Итак, во-первых, сам пациент. Это детское федиатрическое отделение и родители очень большое давление неотказанно оказывали на медсестер, вообще на персонал. Стребывали, чтобы ребенку прямо сейчас стало хорошо. То есть они довольно часто к ним обращались и понятно, что это одна из форм давления. И на медсестер это влияло. Второе, окружающая среда. Что оказалось? Что одна из медсестер, которая работает в штате, в тот день была больна и она не вышла на работу. И на 22 пациента было 3 медсестры. И они работали в правильном таком высоко стрессовом режиме и вообще ничего не успевали. То есть они пребывали в постоянной ситуации и дефицита времени. Вы помните, как это влияет вообще на человека. это ситуативный уровень. То есть это та ситуация, которая сложилась на тот момент. На медсестер была высокая нагрузка, потому что одна из них не вышла на работу. И второе, это давление, которое медсестера ощущали от родителей детей. Значит, следующее. Материал. Выяснилось, что коробки с марфином и метадоном находятся рядом. Они похожи по форме. Они похожи в любом просто коробке и сама форма пилюль одну там. Пилюль очень инъекция. Они похожи. И перепускать их легко. То есть они еще на одну букву, они стоят рядом. При том, что их на два метра вообще нельзя понимать. Это еще одна часть картинки. Это скорее организационный уровень. То есть так организована была работа в этой клинике, что медсестра могла перепутать. Медсестра была еще важный момент. Такой институциональный уровень метадон хранился в педиатрическом отделении. То есть вообще не очень было понятно для чего. Он не так часто используется и не так часто нужен. И аптека не автоматизирована. то есть зашел, взял, расписался в журнале и вышел. Хотя лечить этот препарат довольно серьезно. И должна появиться медсестра. Да, медсестра была неопытной. Она не прошла дополнительное обучение по обезболиванию, конкретно по этому вопросу. и не помню, кричала или нет. И последний момент. Она просила помощи у других медсестер, но они отказали. Потому что они сами были в стрессе, они не хотели брать на себя лишнюю работу, но молодая девушка, в общем, мне не очень было интересно, как она справляется. Вот скажите, на основании такого анализа достаточно ли, ну, имеет ли смысл уводнять медсестру? Но здесь становится понятно, что дело не вполне в медсестре, правда? Мне кажется, есть частный случай все равно. Правил, ну, можно сколько угодно это приводить, подтягивать, но все равно есть частный случай. Да, но мы говорим о чем? Если завтра на месте этой медсестры придет новая неопытная медсестра, а вот все эти вопросы, которые мы обсудили, будут не решены, что мы можем получить? То же самое. То есть здесь все-таки речь идет об эффективности и, не о судьбе конкретной медсестры, а о том, как по-хорошему, как нормально, здраво и рационально предотвратить эту ситуацию. Мы завтра продаем новую медсестру, ее точно так же не обучат, у нас точно так же не докомплектован штат, медсестры наши друг другу не помогают, ну, по какой-то причине, вот корпоративная культура, так выстрелена. И завтра новая медсестра допустит ту же самую ошибку. Значит, что рекомендовал вот этот комитет, вот эти экспертные группы этой клиники, во-первых, убрать метадон из педиатрического отделения вообще, второе, ну да, по возможности при наличии финансов автоматизировать аптеку, составить список медсестер, которых можно приглашать в ситуации, когда основной штат не вышел на работу, провести мероприятие с персоналом, который бы повысили сплоченность, ну, как-то вообще обозначить ценность взаимопомощи друг другу и отправить всех медсестер, которые не проходили там дополнительное обучение по вопросам обезболивания на дополнительное обучение. Так вы видите разницу между между решениями. Одно решение просто уволим медсестру и второе решение сделаем вот эти все действия. Какое из них будет более эффективным? Вот скорее второе, я думаю, все из вас, которые работают в организации, с этим согласятся. Вот это то, один из практических выводов, которые мы делаем на основании знаний, которые дает нам социальная психология. Если мы не учитываем контекст, то мы можем принять неэффективное решение. Мы можем сколько угодно, там, как американское командование говорило про своих 12 солдат, которых они посадили, это гнилые испорченные яблоки, мы можем сколько угодно там, сажать эти яблоки в тюрьму, мы можем пачками увольнять медсестер, то будут приходить другие, просто потому, что сама система организована так, что она провоцирует любви на какие-то злоупотребления, либо определенные ошибки. Это вариант влияния ситуации. Второй кейс, который мы рассмотрим, это известная история о катастрофе челленджера. Все знают, это шаттл американский, который взорвался на взрыве. Такой достаточно известный кейс. Его очень много анализируют социальные психологи, вы увидите анализ его у Майеса, но мы его чуть-чуть, ну, там, Майес вы рассматривали с одного угла, тоже очень интересный, мы рассмотрим немного с другой стороны. Что же случилось? Вы знаете, ну, там, что случилось с членом технически, там была, я без детали, потому что я умолитарий, и, конечно, все подробности вам рассказать не смогу, но там произошел взрыв, потому что они выдержали резиновые прокладки, что-то они называют английский ориг, такие, о-кольца, да, там такие два резиновых кольца были, и они выдержали, и корабль взорвался, они выдержали, потому что в той же температура была отрицательной, а от этих колец требовалась определенная гибкость, да, чтобы они удержали газ, там, предавление. что произошло с резиной на морозе, вы представляете, она потеряла гибкость, и ни первое кольцо, ни второе резерв, ну, то есть, было резервное, как все выдержали, и корабль взорвался, взорвался на взлете, погиб, естественно, весь экипаж, вы знаете, там была учительница, гражданское лицо, ну, в общем, такая достаточно серьезная ситуация. И вот социальный психолог, и очень долго анализировали, как это вообще случилось, ну, то есть, это ожидаемая ситуация, вот эти, с этими уже были проблемы, они знали, что это было вязвимое место, они знали, что это вязвимое место при отрицательной температуре, но почему, почему они вообще запустили это все в воздухе, зачем они это сделали, вот, и здесь анализировали довольно подробно, я сейчас вам такую часть оранжи расскажу. Во-первых, что важно сказать, сейчас еще, сейчас ничего не забыла, да, что здесь важно сказать, в какой ситуации находилась НАСА в тот период, НАСА находилась в ситуации довольно сложной, потому что это уже, ну там, они уже достигли, скажем так, в свои большие победы, они приземлились на Лугу в 69-м году, и, а понятно, что это была там гонка серьезная с Советским Союзом, и НАСА получали огромное финансирование, да, то есть, ну, понятно, то есть обе стороны были готовы очень большие ресурсы вкладывать, да, они получали большие деньги, они могли содержать большие штаты, в общем, они были не ограничены совершенно в ресурсах, и когда произошла, ну, собственно, высадка на Луну, большая цель, ради которой, вот можно, вообще, огромные деньги платить, она потерялась, и НАСА оказалась в некой ситуации по рекламу выживания, плюс на тот момент был у меня экономический кризис, когда им существовали разговоры о том, что НАСА это очень дорогая структура, которую не стоит, ну, не стоит так, как они не хорошо, как их корни, и что нужно сокращать, сокращать финансирование, и поэтому вот эти полеты для Челленджера, вот эта программа, она была достаточно важной для них, и они очень стремились показывать свою эффективность, показывать, что вот США вот все летает, все работает, у нас там, они там, это была часть программы по, ну, марсианская программа, да, для того, чтобы лететь на МАС, и для них очень важно было показывать вот эти полеты, вот эту эффективность, кроме того, там набиралась и европейская космическая программа, и там тоже была конкуренция в этой сфере, то есть что мы имеем? Для НАСА, как для организации, полет был очень важен. И это, конечно, влияло на готовность его отменить вдруг, да, в каких-то ситуациях, в каких-то обстоятельствах. Что еще важно? Интерес публике космическим полетом на тот момент снижался. Они часто летали, ну, шатлы, и очень, не очень это стало интересно публике, поэтому этот интерес подогрели, для того, чтобы вернуть вообще зрительскую аудиторию, во-первых, была приглашена учитель, да, гражданское лицо, то есть ты, он простой, чем нет, можешь полететь в космос. И Рональд Рейген в своем, Рейген, да, по-моему, это был, не доходи, где-то, в своем обращении к НАСАИ, он рассказывал о челленджере, об этом полете, о том, как он важен. Да, то есть вы уже можете представлять, как это увеличивает давление, да, и как это влияет на решение, которое принимает люди. Да, это, ну, так, важно с полета для НАСА, это скорее организационный уровень, это уровень уже, ну, такой более широкий, более широкого контекста. И, значит, что происходило дальше? Вот инженеры компании, которые занимались этими уходствами, они знали, в чем проблема. И когда стало понятно, что температура минус один градус, они, ну, стали пить тревогу, они стали говорить, просить менеджеров наладить контакт, то, что это говорить с НАСА, на тему, что, возможно, полет стоит отложить, а он для этого несколько раз уже откладывался по разным причинам, что полет опять на разу жить. Не надо сейчас лететь. А для менеджеров компании, ну, вы представляете себе, как мыслить менеджеры и как мыслить инженер. Да, это разные, разные совсем подходы. А что для менеджеров было важно? Для них было важно сохранить контракт с НАСА, поэтому они не хотели, то есть им вообще не улыбалось прийти к НАСА и сказать, что наши инженеры говорят, что вот часть работы, за которую мы отвечаем, в общем, она так сделана, что мы не можем при какой температуре взлетать. Им это делать не хотелось. И инженеры, вот прямо цитата есть, мы начали размышлять над тем, как убедить их в том, что там ускоритель не сработает. И нам не удалось найти неопровержимых аргументов, чтобы доказать это. То есть инженеры не могли гарантировать, что корабль взорвется. Они просто говорили, что здесь есть риск. А что менеджеры мы отвечали, что, как вы считаете, ну, примерно, на тот мысли. Риск есть всегда. Ну, то есть, космический полет, это риск. И тут есть риск, и там есть риск. Почему вы считаете, что вот именно этот риск сейчас станет критичным? Мы же уже летали с этими упорцами, летали. Были с ними проблемы, мы были, но, в общем, ничем плохим это не заканчивалось. Так, сейчас. Да, это вот желание компании «Филком» сохранить контакт с НАСА. Что еще здесь происходило? Значит, инженеры однозначно рекомендовали не запустить челнок. Менеджеры скорее сомневались. Менеджеры в НАСА хотели запустить челнок, они не хотели ничего откладывать. И на последнем заседании менеджеры ставили вопрос так. Ну, то есть, представьте, что вы инженеры. Вот, в 2-3 кустов, вам говорят, а дайте гарантии. Вы гарантируете, что он излетит? Кто в этой ситуации там скажет «да» и 100% гарантирует? Это довольно тяжело. И никто из инженеров этого не сделал. И в какой-то момент менеджеры нас не перестали, отключили вообще инженеров от беседы и беседовали только менеджеры с менеджерами. И, конечно, договориться им в этом смысле было легче. Ну, то есть, они какие-то детали не понимают, но они понимают, что риск есть всегда. Они понимают, какие большие риски, если полет там будет отложен. И, конечно, друг друга они в итоге убудили. И при этом обсуждение безопасности полета проводилось прямо в ночь перед взлёком. Ну, то есть, вы себе представляете, если вы делаете на работе вводит проект, и вот проект, завтра запуск, а вам надо что-то не работает. Это довольно тяжело. И, в общем-то, на всех этих уровнях я обращаю ваше внимание, что личностного уровня как такового здесь нет. Здесь нет людей, ну, какого-то одного человека, ну, изменение личности которого могло выполнять эту ситуацию. Корабль они запустили, и, ну, собственно, случилось то, что случилось, ну, произошла такая достаточно серьезная катастрофа. Вот здесь мы видим, да, как могут складываться ситуативные факторы, как они могут влиять на действия людей, даже когда сами люди, ну, где-то просят. То есть мы протестовали, они пытались, там, инженеры, да, спорить, менеджеры их слушали, конечно, мы не хотели, чтобы корабль взорвался. Это, ну, там, страшное событие. Но, вот эта последовательность их действий, это разные уровни давления, которое на них оказывалось, и которое, невозможно, даже не осознавали до конца, привело вот к подобной ситуации. И, в общем, на этих двух примерах я хотела вам показать, как работает возможность анализа ситуации, от личностного к институциональному. И мы здесь можем, ну, достаточно разные, ну, дальше так подробно обсуждать не будем. Я не знаю, сколько у нас времени. Да, у нас так много остается. Дальше подробно обсуждать не будем, но давайте возьмем какой-нибудь классический пример такого неэтичного поведения. Давайте возьмем коррупцию, например. Скажите, пожалуйста, что у нас, ну, возьмем такую абстрактную коррупцию, не будем никакой-то конкретной скучной играть, но на институциональном уровне каково наше отношение к коррупции? Ну, вот в стране. Что? Ну, то есть, мы как считаем? Ну, так, достаточно лояльно мы согласны в общем и целом. То есть, знаете, мне очень даже возмущает зачастую это. Хорошо спрашивать про моральное отношение или про институциональное. Институционально коррупция встроена в нашу государственную систему, а моральное это совсем другая позиция. Ну, а мы сейчас и говорим о том, что побеждает в определенной ситуации, да? То есть, когда мы анализируем чьё по поведению, например, на человека вовлеченного в коррупцию, мы всегда, ну да, мы можем, опять же, испытать большую потребность, вот это один плохой человек, мы его сейчас посадим, например, в тюрьму, и всё, больше коррупции не будет. Ну, я бы смотрю на коррупцию, потому что мы все понимаем, что это не так. Ну, то есть, мы-то за что опытные не упомнены. Потому что, действительно, на институциональном уровне она встроена в процессы, многие люди вовлечены. Не так-то просто, например, ну, вот, есть какая-то цепочка, да, там, коррупционная, где-то в середине на цепочке, вы скажете, нет, я не буду, там, брать взятки, не буду передавать их выжжить. Что с вами дальше произойдёт? Нас уберут. И, там, ещё спасибо, если просто уволят, например. Да, ну, то есть, может быть, какая-то ситуация похуже, да, то есть, это институциональный уровень, она очень включена. Организационный уровень, ну, то есть, это можно говорить про какую-то конкретную организацию, да, когда вот, вот, конкретно у меня там на рабочем месте, не дай бог, вот это происходит. И я думаю, опираясь на институциональный уровень, ну, в общем, что поделать, даже жаловаться, особо некому пойти, никто не поймёт меня, да, и вот это уже сейчас происходит, у меня ипотека, там, трое детей, и куда я пойду? Там, ситуативный уровень. Мне, например, говорят, это вот, ну, только сейчас, ну, там, и сумма небольшая, какая-то, ну, и там, и вообще, а завтра, там, вообще, это не повторится. Ну, а на личностном уровне, я могу быть даже против, да, но если вот эти все элементы срабатывают, становится достаточно тяжело, да, и поэтому, там, какие-то там, ну, отдельные, отдельные действия с круциалерами, если есть, то остальные уровни эффекта иметь не будут, да, то есть это скорее тот взгляд, который нам позволяет более здраво подходить к ситуации и видеть, ну, какие-то, может быть, не всегда пока вволнимые, но более правильные пути решения. Возьмём другой пример, давайте попробуем все самое можете. Возьмём пример семейного насилия. Вот когда обсуждаются на уровне, там, каких-то разговоров с семейной насилией, в чём часто обвиняют женщину, которые, ну, возьмём, чаще женщины попугаются, в чём её часто обвиняют? Чё не ушла? Ну, чё легко же, собрала там, мандатки свои, и пошла. И всё. Не погонится, жёг на тобой. Давайте рассмотрим, вот, ну, опять же, раздёмок страх в несколько женщин, но не очень важны личные качества здесь. Что на неё может влиять, вот, с точки зрения давления ситуации? Родные говорят. Это, ну, это скорее, вот я говорила уже, да, что институционально-организационные люди часто объединяют. То есть это какая-то моя референтная группа, да, важная для меня, которая говорит, что «Убьёт, значит, любит». Во-первых, могут сказать, да, во-вторых, ну, потерпи, может быть, ты сама его провоцируешь. Можно же такое быть? Ну, может, ты посмотри, там, взял поведение, как ты действуешь. Да, то есть, что здесь получается? Ну, определённое, ну, давайте всё-таки считать, что организационный уровень, ближний такой круг человека. Да, на женщин, да, в этом смысле, и говорят, что, ну, нужно потерпеть, подождать, вообще мужиков там. Ну, я чуть-чуть утрирую, но, тем не менее, такое я тоже слышала, мало вообще их осталось на свете. Тебе ещё досталось, не самый плохой, зарабатывает вообще-то, да, и не пьёт, между прочим. Не убьёт тебя, но, ну, зато призвует. Да, ну, то есть, какая-то такая история. Это организационное отновление. Да, что ещё здесь может влиять? Ну, так, наверное, ситуационное наличие, если некуда идти, то будет. Абсолютно верно, да, хорошо сказать, там, собирай вещи, иди, ещё детей забили, вопрос куда. Это ситуационный уровень. Если женщина, например, в декрете, она не работает, у неё нет дохода, то мы видим на уровне ситуации, что ресурсов у неё, ну, не так уж и много, по большому счёту, и пойти особо некуда. Да, это ситуативный уровень. Ну, и там могут быть разные его нюансы. Например, бывают друзья, сначала пустили к себе пожить, ну, не рассчитали немного сил, да, а там через неделю передумали. Ты говоришь, ну, может, уже там, ну, всё, может, вы поменитесь, ну, там, и так далее, 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 Да, и что, что ещё? Институциональный уровень, это отчёт. Да, у нас нет никакого толкового закона домашнего насилия, ну, такого, который бы защищал. У нас нет убежищ для женщин, да, вы знаете, что, в общем, одна из норм борьбы с семейным насилием, это не вибрационные разговоры, или уроки, посвящения, там, и патриотизма, там, и семейных ценностей в школах, это строительство убежищ, присутствует в центрах, и организации, ну, которые женщины могут поддержать, что она на уровне государства, на уровне системы, знала, что если её, там, бьют, например, или её жизнь подвергается опасностью, то она может, там, прийти в какое-то убежище и жить тогда до тех пор, пока она, там, не выйдет на работу, там, не разберётся, там, с документами, не разведётся, а у её мужа, при этом, опять же, в инфекциональном уровне, например, будет запрет на приближение, если зафиксировано, что он, там, применял физическое насилие, там, по отношению к ней или к детям, да, то есть вы видите, что вот мы обсудили, там, три уровня, и личность женщины, по большому счёту, а здесь абсолютно второстеперно, но при этом, в любом бытовом обсуждении, что мы совершаем, что происходит, ну, собственно, кундаментальная ошибка атрибуции, когда мы говорим, какая женщина, которая у неё уходит, ну, как, как, как говорят, про эту убежище, сама виновата, слабая, слабая, безответственная, не того мужа выбрала, трусливая, ну, то есть, в общем, много, 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 да, это вот типичный пример, очень, ну, на мой взгляд, яркие, пундаментальные ошибки атрибуции, когда мы этой женщине присваиваем какие-то качества, которыми она вполне, возможно, и не обладает, там, ну, и не обладала, но она будет в такой ситуации, которую она не может перебороть, да, есть там люди, которые могут побеждать систему, это люди редкие, и обычно у них есть какие-то ресурсы, да, когда мы начинаем анализировать, там, и действия, какой-то программ этих людей, у них обычно есть, ну, вот что-то, есть какая-то группа поддержки, есть кто-то, кто им помогает, если ее нет, то, ну, формируется та самая сильная ситуация, которая в дальнейшем, но это уже чуть-чуть другая тема, социальная психология, начинает действительно влиять на личность женщины, да, только под адаптация, вот эти все чувства, там страха, гнева, ну, там, притупляются по отношению к этой ситуации, но это больше беспомощности, ну, и она, в общем, меньше силы имеет в силу заросли, но это, как можно, вначале, ну, там, это было бы легче, это было бы достаточно тяжело. Ну, это, вот такая основная схема, которую я предлагаю использовать, она, ну, там, не идеальна, вы видите, что некоторые уровни, они как-то пересекают друг с другом, ну, их невозможно четко отделить, но я думаю, что мы вряд ли придумаем такую идеальную схему, в которой это можно делать, но при этом, я очень рекомендую, вот, ситуации, с которыми вы сталкиваетесь, особенно ситуации, где, вы знаете, вы вводите себя на мысли, что за негодяи, то как так можно было поступить, я бы так никогда не поступил, если такие мысли у вас есть, есть очень высокий риск, что человек, ну, то есть, он садист, социопат, такое тоже случается, но, возможно, он будет в какой-то сильной ситуации, в которой многие бы поступили примерно так же, и тогда, ну, наша задача, ну, как минимум, может быть, не прислали одному человеку сразу сходу, уж какие-то качества личностные, ну, а во-вторых, если для вас это какая-то актуальная тема, важная, но это касается вас, вашей работе или вашей жизни, чуть-чуть проанализировать, а нет ли здесь других факторов, которые вы просто не учитываете, ну, потому что, ну, мы привыкли мыслить подобным образом. Скажите, есть здесь вопросы по этой схеме? Представляете себе, ну, вот на этих примерах, как ее можно использовать? Ну, там, для собственных действий. Это, ну, там, применение очень широкое. То есть, я работаю в организации, там, бывает ситуация, там, ошибки сотрудника серьезной. Ну, то есть, сотрудничество сделал, и это, ну, у нас совершенно дикая вещь, и как он может поступить, это вообще противоречит всему, там, всем ценностям компании. Очень важно сначала прийти, проанализировать, а что там была за ситуация, что за контекст. То есть, возможно, компания каким-то образом сама создает этот контекст, ну, вот он такой пополчный эффект, на, например, и тогда, ну, вот эти вещи происходят. Вот, то есть, вот этот уровень, вот эти уровни анализа хорошо используют, потому что, ну, я еще раз обращаю ваше внимание, мне кажется, это очень важно, что там в двух кейсах из трех, ну, даже больше, мы даже не заходим на личностный уровень. А что мы делаем в реальной жизни? Мы работаем только на личностном уровне, ну, в большинстве своем, да, особенно если для нас это не очень значимая ситуация, мы вообще всем климорными. Эти идиоты, эти хамы, эти невоспитанные просто, эти дураки необразованные, эти там, садисты, эти там, уголовники, ну, то есть все, вот всем сестрам по сергам раздали, вопрос, что делать, ну, как бы, что убрать плохих людей, тогда станет все хорошо. Но здесь социальная психология, она скорее, как и о том, что, ну, люди разные, и они, в общем, не сильно плохие, они, может быть, не сильно хорошие, но они, как и есть, а ситуация на них очень может менять. И Зимбарда, которого я сегодня там навыкратно упоминала, вот он занимается на психологии героизма, и одно из его концептов заключалось, я уже говорила об этом, в том, что и героические поступки люди часто совершают под влиянием сильной ситуации. Просто это по-другому построенная ситуация, и она скорее приводит нас к тому, что мы действуем хорошо и правильно. У меня есть пример, ну, такой из последней, там, в моей жизни, это не про героизм здесь, а скорее вот про разное поведение. Мы шли по улице в Академии, в городке, видели, как загорелась машина. И там кругом, ну, там, машины ездят, люди какие-то ходят, и мы перед машиной без тушителя на своем и просто смотрим. Да, и там побежали люди, начали хлопать этой, как бы курткой пытаться захлопать ее, ну, кто там машина понимает, и что вообще не сработало. Потом начинают тормозить другие, другие машины, ее пытаются заливать то водой, тот нетушителем, огнетушители оказывается у всех вообще не работают, они там тухнут, на полдороге перестают из себя там извлекать это все. Ну, в общем, как-то с горем пополам, она то тухнет, то сильнее загорается, все вокруг нее бегают, мы просто стоим. Ну, это вот, я скорее про то, как рефлексия, но может работать. и стоим, потому что не знают, что делать. Ну, ничего нет с собой, помогать непонятно как. И в этот момент мимо проезжают две пожарных машины. И мне приходит в голову гениальная вообще-то мысль, что надо было сразу, как только загорелась эта машина, что делать? Ну, это пожарных вызывать и вообще не рефлексировать, чем я могу помочь. Ну, для пожарных, и стои дальше, смотри, снимай, это типичный байс-тендер-эффект для свидетеля, когда нет в голове четкого алгоритма действий, есть много людей вокруг, которые, ну, там, что-то делают, и ты просто вот превращаешься в такого пассивного наблюдателя. И потом буквально через пару недель у нас случилась другая ситуация. Ехали в машине, пахнут дымом. Та ситуация еще свежая, и он говорил, что знание байс-тендер-эффекта, там, анализ собственных действий в таких ситуациях был очень помогать в следующий раз задействовать. Пахнет дымом. Мы остановились. Ну, пахнет. Вышли, понюхали. Ну, пахнет прям, конкретно пахнет дымом. Что делать дальше? Что хочется сделать? Ну, автоматически. Ну, не видно, где горит, не видно. Хочется пожать плечами и поехать. Ну, вот, мы не поехали только потому, что мы эту машину заполнили очень сильно. И мы поехали искать, где горит. Ну, да, прогротились и нашли. Пошли сторожа. Сторож вышел, говорит, «Ну, горит». И я подумала, «Раз значит, все пожарных вызывать?» Один раз не вызывали, вот второй раз. Второй раз точно надо вызывать. Предо, я ни разу в жизни пожарных не вызывала, я вообще не знаю. Они приезжают на такой вызов или нет. Ну, то есть, вот, в голове абсолютная пустота. Ну, я позвонила там, там, подумала, слава богу, он мне в телефоне звонит. Они сказали, «Да, спасибо, ну, пахнет дымом, сейчас приедем, найдем, а там склады, ну, в общем, где-то можешь что-то дарить». Вот. И мы собрались и уехали. И я как-то только расстравливала эти две ситуации, видите в них разницу вот не личностную, а разницу ситуативную. Ну, может быть, она мне не очень в речи так четко позвучала, но она, вот, я не упоминала. Абсолютно верно. Первый раз было много людей, а второй раз мы были одни. Ну, такой вечер, темнера там, такой район не очень, людей нет. Так-то кто отвечает из этого все сгорело? Да, то есть, вот это чувство ответственности повышается. И здесь очень можно рефлексировать, ну, знаете, там, какие мы хорошие люди. Можно подумать, вот молодцы, ответственные граждане, не прошли мимо, вот практически, там, кто, тимурцы какие-то, вот горит, а они едут и вызывают пожарных. Но по большому счету, когда я потом стала с разными людьми для ситуации, я понимаю, что одним из ключевых факторов, который очень сильно остановил, было то, что, ну, во-первых, правда, вот, та сгорячая машина, она, как бы, создала вот это, вот это большее внимание вообще к подобной ситуации. Первый фактор и второй фактор действительно мало людей. Ну, и там вышел сторож, по сторожу было понятно, что ушел, то не кого вызывать не будет. Он сказал, я свое все проверю, а у меня ничего не горит. Ну, все, значит, вопрос закрыт. Да, но это вот вопрос, как мы можем лучше понимать собственные мотивы, ну, и мозг обучаем все-таки, да, и мы можем обучаться таким вещам. Ну, и хочется закончить таким обсуждением советов от Филиппа Зимбарда. Зимбарда, написав свою книгу «Эффект Люцифера», он, скажем, он предложил на некую программу, как мы можем не попадать в подобные ситуации, в ситуации этической скепоты, в ситуации, в сильную ситуацию, которая противоречит нашим принципам. Да, если сильная ситуация подпадает нашим принципам, это прекрасно. вы оставайтесь в такой ситуации, для вас это только хорошо. Но если эта ситуация вас не устраивает, что мы можем делать? Шаги такие сложные, не всегда их, на мой взгляд, просто реализовывать, но мне кажется, что это, наверное, то, к чему мы должны приучать наш мозг, да, чтобы пусть не сразу, может быть, у детей наших, но оно постепенно запрещалось, потому что это в нашей ситуации может быть довольно полезно. Как противостоять сильной ситуации? Ну, это прямо я сделала в Зумбарда отметил 2014 года его книга. Значит, первое. Я совершил ошибку. О чем здесь речь? Достаточно часто ситуация. Когда мы совершаем что-то не очень уровень равное, не очень хорошее, не очень этичное, нам бывает очень сложно признать этот момент, и мы начинаем городить большое количество рационализаций. Мы начинаем создавать ситуации, в которой это будет не ошибка, а правильное поведение. И это только усиливает данные этичность этой ситуации, и это скорее умножает его зло. Да, Зумбарда в нашей книге он прям говорит зло, не пытаясь как-то смещать. Я принял пример, очень грустный пример, который я однажды наблюдала в своей жизни, я увидела воспитателя, которое переменило физическое насилие по отношению к ребенку в группе. Вы понимаете, что периодически детские сады, ну и вы знаете, что у кого дети в детских садах, наверное, вы периодически пугаетесь всякими видео про то, как воспитатель обидел какого-то ребенка и действия по видео на ютубе. Это тоже типичный, типичный сэнд, проспетеленное, к сожалению, эксперимент, потом часто срабатывает. И я увидела в общем воспитатель, такая была история, она вот физическое насилие по отношению к ребенку применила. Был свидетель, который рассказал это все администрации, и там часть сотрудников настаивала на том, чтобы серьезную головомойку провели всем воспитателям, а ее он даже может быть и уволить. хорошо было бы. Но администрация приняла другое решение и воспитатель досталось. И более того, остался ребенок в той же группе, где он был. Ну, то есть с ней чуть-чуть поговорили, сказали, никогда так не делай, это очень плохо. Ну, в общем, все. То есть дальше у меня несколько были связаны руки у администрации, у него такой более близкий к воспитателю, ничего сделать не получилось. А вы думаете, что стало дальше делать это воспитатель? А зачем? Она даже стала делать более защищенной, я бы так сказала. Она больше не применяла физического насилия ребенку, но она делала другие вещи. Как вы думаете, какие? Вот что для нее стало важным в этой ситуации? Она применила. То есть мы все знаем, что... Раз-раз. Не долго держался. Мы все знаем, что бить детей плохо. Правда? Я думаю, что никто здесь с этим спорит не будет. Даже те родители, которые сами используют физические наказания, в мой взгляд, сильно зря, но тем не менее, они вряд ли будут рады, если воспитатель начнет трогать ребенка. То есть это очевидный поступок, который она не могла превратить в хороший. Но что она могла сделать, чтобы не признавать собственную ошибку? надо выставить ребенка плохим. Надо выставить ребенка очень плохим. Вот настолько плохим, что никто бы не удержался. И, к сожалению, именно в том направлении ее действия и направились. И получилось, что зло совершено один раз, которое... Вот вы видите, первая рекомендация Зимбарова сказать, я совершил ошибку. Я поступил плохо. Не я плохой, я поступил плохо. Это была ошибка, неправильное поведение. Отказ признать вот эти вещи приводит к тому, что зло начинает множиться. Потому что дальше мне надо объяснить, какие отвратительные эти люди, с которыми я это сделал. Или как это все было неправильно, и поэтому я имел право и так далее. Эти солдаты говорили, это все террористы. Судом суда никого не было. Это все террористы, поэтому мы можем с ними так поступать. когда всплывают ситуации с злоупотреблением в тюрьмах, что мы даже преступники, типа по делам, ну в общем и так далее и тому подобное. И это множит зло. Поэтому для зимбарда первое, что нужно сделать, если вы оказались в подобной ситуации и вам хочется дальше начать прятаться, ну или как-то оправдывать свое поведение даже для себя. То есть мы это часто делаем, для самих себя нам тяжело признавать. Не надо признавать, не надо наниматься самопичеванием и развивать ненависть в себе, но признать, что вы в этой ситуации точно были неправы, вы сделали плохо, по разным причинам, но это был плохой поступок. Это очень важно сделать. ну и зимбарно прямо говорить, прекратите вкладывать деньги, время и силы в неудачный проект по оправданию себя. Я думаю, вы можете привести пример большого количества компаний, которые закапывали себя, пытаясь оправдать собственные действия. Ну и последний пример с этим, который я уже приводила, с бедным пассажиром, который выводили из самолета, сломали ему нос. Все видели это печальное видео. Что сделала компания сначала? Они сказали, да он себя плохо вел, он не слушал просто указаний, и поэтому мы были вынуждены, то есть это на сто самые действия, не признать свою ошибку, не сказать, ребят, да нельзя так людей сказать, нельзя их бить головой, а ручки, мы там все это поправим, ну в общем какие-то действия, они это в итоге сказали, но после того, как они потеряли большую сумму денег, ну и в общем получили потоки ненависти просто в свой адрес обвозмущенных людей. Второе, я бдитель, о чем говорит зимбарда здесь, что мы часто действуем автоматически, то есть есть ситуация, есть протокол, мы действуем относительно протокола, не очень оцениваем, он сейчас полезен или вреден, а он помогает вообще разрешение ситуации или конкретно человеку, или он мешает, ну то есть это вот такое бездумное невнимание, я когда читала комментарии, ну по-моему как раз про тех охранников, которые вытаскивали этого бедного врача из самолета и кто-то им написал не будьте инструментом, почему вы были просто инструментом, но в этом есть некая правда, то есть эти люди были просто функцией, они вообще не обдумывали, они выполняли им, есть работа, там Эйхман, суд над Эйхманом, тоже книга, которая упоминала в прошлый раз, он говорит, что я выполнял свою работу, то есть он был просто инструментом абсолютно, потеряв бдительность к тому, что он на самом деле им делали, да, то есть это такой достаточно важный момент. Следующий момент, я несу ответственность, вот всякие такие поступки, которые мы совершаем в сильной ситуации, очень часто связаны с тем, что ответственность размывается, все это делали и я делаю, экспериментатор сказал мне, что ответственность на нем, помните, да, я приводила этот пример, и поэтому я продолжала бить человека током, когда я вот дальше испытуемого спрашивают, а током-то кто бил, кто тот человек, который бил током, это был я, почему вы тогда считали, что вы не отвечаете за это, да, ситуация ответственности, ну там, вот пример с горящей машиной, почему-то в тот момент мы считали, что мы не отвечаем, ну за какие-то действия там, по вызову пожарных, а в ситуации второй считали, да, то есть лучше постоянно возвращать себе ответственность и видеть, где вы здесь отвечаете и за что вы понесете ответственность, и о чем говорит Визимбарда, коллективная ответственность, понятие коллективной ответственности, это обычно просто дымовая завеса для того, чтобы заставить вас делать что-то, что вы, возможно, не стали бы делать в одиночестве, а теперь давайте мы все вместе, там, если где-то, мы там сбежим с пары, вместе всем это сделать намного легче и веселее, нам ответить потом может каждый по отдельности, да, там, всякие бандитские, молодежная группировка очень часто на этом, да, работают. Ну, мы там все вместе, нас же там много, и так далее, и тому подобное. Следующее. Я утверждаю свою уникальность. Ну, здесь речь о том, что, опять же, чтобы не превращаться в объект чьих-то действий, вы действительно уникальны, вы отдельный человек, у вас есть индивидуальность, у вас есть имя. Да, вот эта история про номера вместо имен в эксперименте Зимбарда, это те ситуации, когда мы ощущаем себя там, там, сотрудников номер 25, там, как, извините, в конфетах, которые бывают, какая-то там бумажка. Упаковщица. Да, упаковщица номер такая-то, да, у вас есть имя, вы будете нести ответственность, возможно, и ответственность за вот это событие, она будет связана с вашим именем, да, ну, то есть, очень важно вот эти моменты оценивать. Значит, следующее. Я уважаю авторитет, но не подчиняюсь несправедливой власти, да, это скорее отсылка к эксперименту Милгрома, да, есть авторитет, есть авторитетный человек, он говорит вам, что делать, но у вас есть право оценивать, насколько справедливо то, насколько правильно, этично, и соответствует вашим нормам внутренним то, что вас просят сделать. Да, то есть, нам нужна постоянная, постоянная рефлексия вот об этих моментах. Я стремлюсь к принятию в группу, но ценю собственную независимость. Да, тоже важный момент. Задача слияния с группой в соответствии ее нормам не должна быть для нас такой первичной. Как только она становится первичной, мы можем сделать то, чего мы бы не хотели делать на самом деле, да, просто ради того, чтобы быть вместе с другими. Ну и часто взрослые люди говорят, ой, нет, это только про подростков, про молодежь, то есть это они только хотят там в стае собираться. Скорее, это не так. Да, это касается и взрослых, ответственных людей в том числе. Я буду более бдителен к обрамлению. О чем здесь речь? Это речь о том, знаете, когда убийство вызывают очищением нации, или там борьбой с паразитами. Ну то есть понятно, да, когда, ну, это отдельная тема, которую мы совсем и совсем не касались. Я думаю, вам это знакомо. Когда мы заменяем одни слова, ну, настоящие, я говорю, что это в убийствах, о пытках, мы называем это как там? Сделайте так, чтобы он был более разговорчив. Говорит там один сотрудник другому. А речь идет о пытках на самом деле. Он говорит на самом деле, пытайте его, издевайтесь над ним. Да, но мы это формулируем по-другому. Зембарда призывает быть более чувствительным к тем словам, которые мы используем, ну, или которые используют по отношению к нам, чтобы заставить нас делать что-то. Вот это обрамление тех действий, которых от нас могут ожидать. Я отрегулирую восприятие времени. Здесь о разном, да, и о том, что, чтобы осознавать, что, говоря, я тороплюсь, я могу быть невнимателен, что меня можно заставить купить что-то, сказав, что у вас осталось 5 минут, чтобы принять решение, а потом все. Или там до конца дня примите решение, да, и так далее. Это может сыграть против меня. Но о чем еще говорит Зембарда? О том, что важно выскакивать из этого сейчас и думать, а что будет завтра. Ну, вот, например, завтра, когда эта ситуация кончится, когда будут последствия, когда об этом все узнают, я готов, ну, чтобы вот это все со мной было связано. Да, если я это сейчас сделаю, а завтра, там, ситуация институциональная, организационная изменится, и ко мне придут и спросят, а как ты, дорогой друг, в этом участвовал? Согласен я, я останусь и скажу, да, я участвовал, потому что я так считал. Ну, такое тоже может быть, да. Или я передумаю. Да, то есть изменение вот этого вектора очень может нам подсказать, стоит ли действовать так, как от нас ждут сейчас, или не стоит. Следующий момент. Я не стану жертвовать личными или гражданскими свободами ради иллюзии безопасности. Это часто происходит, происходит по всему миру. Ради вашей безопасности, там, лучше туда не ходить. Вот это не читать. Интернет надо закрыть, потому что там синие киты. Ну, и там, больше, чем патрой не собираться, потому что мы, и так далее, и тому подобное. Но Зимбар здесь, конечно, опирается на Букрея, потому что все эти пытки издевательствами заключенными, чем оправдывались? Борьбой с терроризмом. Да, мы боремся за вашу безопасность. Поэтому там, там люди, несколько человек погибло, никто так и не признал их террористами, никого суда расферования не было, в общем, туда попадали всяко-разно. Ну, то есть, это, скорее, просто слова, которые использовались для того, чтобы, ну, так, позволить определенные действия. И последнее, я могу сопротивляться несправедливой системе. Ну, здесь речь о том, чтобы каким-то образом учиться побеждать чувство беспомощности, которое у нас возникает, когда мы сталкиваемся с какой-то несправедливостью. Понятно, что на месте, с которым вы сталкиваетесь, ваша жизнь тогда, в общем, станет, наверное, очень сложной. Но есть несправедливости, есть ситуации, я думаю, вы согласитесь, которые вас очень задевают. Ну, или это, там, происходит прямо вот, прямо перед вами, прямо в вашей организации, прямо рядом с вами. О чем здесь говорит зимбарда? Ищите соратников, да, создавайте другую систему. То есть, вам не нравится эта ситуация, вам не нравится эта система, попробуйте создать другую. Скорее всего, будут люди другие, которым тоже, которым это тоже не нравится. И вы, может быть, не получите от них, ну, там, сразу каких-то действий, но вы получите поддержку и снизите, да, сделать ситуацию менее сильной для себя, сделать ее более слабой. Ну, помните, мы рассказывали про, я рассказывала вам про эксперименты Аша, как влияло там наличие, например, другого человека, который называл все правильно. Да, наш испытуемый переставал поддаваться давлению группы при наличии только одного партнера. Да, поэтому это имеет значение. Вот последние исследования зимбарда посвящены социальным сетям, ну, которые не Facebook, ВКонтакте, а вот те сети, которые мы здесь создаем, да, это наши знакомства, наши контакты. Да, он говорит о том, что мы можем формировать вот эти сети, мы можем находить соратников, интернет позволяет это делать, ну, там, на очень большие дистанции, и тем самым мы можем лучше противостоять и не чувствовать себя такими одинокими, когда мы видим какую-то несправедливую ситуацию. Погоди у меня был здесь пример, но я его забыла. Вот, но это его рекомендации. Ну, мне кажется, что они такие довольно интересные. Но все-таки все они касаются одного важного момента. Мы должны знать, как у нас влияют авторитеты, другие люди. Мы должны знать, как мы можем сами не замечать этого давления, и мы должны научиться не оправдывать себя, ну, в этих ситуациях, с одной стороны, и с другой стороны, конечно, не обвинять себя, ну, там, ненавидеть себя. Скорее, можно здраво посмотреть на ситуацию, в которой мы оказались, и другой человек проанализировать и понять, что мы можем изменить, ну, не в человеке, да, а скорее вот в той системе, которая создана, для того, чтобы, ну, такие действия не повторялись и не происходили. Есть вопросы? Например, церковь не сможет играть такой роль авторитета? Для кого-то, да. Ну, а давайте, мы можем прямо спросить, здесь есть кто-то, для кого церковь авторитет? Вот, ну, вот вы есть. То есть для вас, да. Получается, что если, например, церковь скажет, там, вот, про что-то, для вас это будет важным, а для меня нет. То есть для авторитета у нас могут быть разные. То есть если они могут быть более общими, более меньшими, это будет зависеть уже от вас лично. Есть какие-то общие авторитеты? Ну, то есть, например, в какой-то вашей профессиональной сфере есть авторитеты, правда? Ну, и, скорее всего, вы их более-менее признаете. Ну, то есть эта иерархичность, она, там, существует. Ну, то есть, там, есть какой-то, там, есть психолог, есть зимбарда. Зимбарда, там, что-то мне скажет, ну, там, я, по крайней мере, точно к этому буду прислушиваться. А, там, скажет какой-то известный мне психолог. Ну, то есть это автоматически произойдет, да, и на это есть основания. Вопрос, как мы подходим к этому. Либо бездумно, а вот зимбарда сказал, там, или, там, патриарх сказал, или кто-то сказал, я пошел, и, типа, вот, все, теперь так. Либо я, ну, там, пытаюсь об этом думать, ну, там, пытаюсь находить какие-то противоречия, или, может быть, пытаюсь... Ну, это известный прием, который тоже используют бизнес-тренеры, и, там, психологи довольно часто, вы знаете, там, ну, вот, история про адвоката дьявола. Попробую встать на другую сторону и защитить другую позицию. И посмотрим, что тогда будет, там, с этим авторитетом или с твоим мнением. Ну, авторитеты могут быть разными. Более религиозное общество, там, цель, больше имеет значение. Наше общество, на мой взгляд, ну, по Новосибирскому, похоже, что не очень много отыгрывает, как моральная такая авторитет. Есть еще вопросы? Ну что, тогда будем заканчивать. Спасибо тем, кто пришел, спасибо тем, кто даже две лекции продержался и, ну, так, в целом захватил всю эту историю. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok